здравствуйте уважаемые зрители канала деревенская жизнь на хуторе дневник казачки что-то у меня как дрова заканчивается так часто выходить в эфир или может быть погода подкачивает на это кстати многие жалуются дождь идет непрерывно каждый день что ты орешь это телку нас орет есть хочет ой вообще это конечно не наших климат у нас в конце мая и 30 бывает и больше 30 и солнце и жарищи машка уже должна быть русская машка есть такими крючками в общем я не знаю на цепляется от нее вообще спасу никакого нет вот пока я чуть нету видим потому что холодно вот так чувствую что как только погода установится достанется нам по полной программе ничего не растет все стоит на месте вообще все прет одна трава причем везде и кроме поля то есть кроме там где она должна расти там мы смотрим на поле где у нас покосчик тракать маленькая зато на огороде и и вообще завались ну и вот и я говорю как тут подтопки у меня чуть маловато в связи с этой погодой я и времени тоже мало потому что приходится всю траву дергать руками чтобы огород в порядке поддерживать ну и вот тут все всякие на пасте валится у нас бык сдох вот недавно ну как ну да умер своей смертью ну как он был не крупный он был того года бычок вечером я всех загнала было все нормально утром муж выходит меня зовут глянь говорит он лежит на боку еле-еле дышит короче короче что с ним случилось мы вызвали ветврача приехал ветврач в это говорит плохой чугать будем делать ну как всегда в этих случаях хозяева животное хотят спасти прежде чем зарезать его пытаются спасти ну вот он нам сразу сказал что будет плохой говорить но если хотите давайте типа я насую ему уколов я говорю если ты собираешь если мы будем вынуждены его зарезать антибиотики колоть не надо говорит антибиотики туда типа и не надо ночью что-то там нажрался похоже у него желудок остановился и он напихал туда ему всяких хлористых глюкоз в общем в рот залил ну как обычно в таких случаях делается и говорит мне смотри говорит если в течение часа он должен качнуться ли в ту сторону либо в эту вот типа того что через час мне оклемается режьте ну ладно у меня муж там куда-то ушел я уж не помню куда а мне подружка позвонила я с ним вот по телефону проходит какое-то время на минут 20 прошло я говорю пойду-ка я марина своего быка посмотрю захожу на баса он же готовы и то есть все буквально он там сдох может минут 10 назад как я пришла еще лежит никакой я такая по телефону говорю ой говорю я бык сдох но у меня подружка на тоже в деревне воспитался такая трудноубиваемая девушка игорь ну и что ты ведь собралась делать и где игорь не знаю говорю ну резать куда его уже есть он уже короче говоря она говорит ну куда-то мясо девать будешь но если была зима на самом деле мясо можно было бы замороюсь на улице собакам скормить но раз как бы лето в морозилку его в принципе у нас есть место наживать большой морозильный лучше я так подумал подумал говорю ладно говорю пойду я за ножом может говорю успею я все-таки кровь спустить взяла ножек захожу в это в гараж его поточить там как раз муж у меня пришел ну все в общем ну перерезали моему горло кровь еще не загустела мы ее спустили разрезали оказалось что мы думали пакет муж сожрала веревку какую за ночь ничего там не было просто как остановился желудок такой плотный плотный ну мы опять же мы же не эти не патал ганат в общем и ничего там разглядеть не смогли куда мясо девать кровь спустилась порубили моего засунули в морозилку так куда одевать будем куда девать вообще хочу сказать дорогие уважаемые городские жители у нас очень часто бывают такие моменты когда корова старая ну подыхает не подыхает а бывает вот так чё сожрал с ночью короче говоря вынужденный убой скотины и приезжают к нам скупщики и в таком случае коров забирают вообще за бесценок корову забирают за 15000 вот а потом я точно знаю что они везут это мясо в город на базар и там они вырезают с него куски не естественно никто не знает что корова вынуждена так сказать жизнь свою закончил вынужденный убой и продают ее там как хорошую говядину так что все это мы так сказать взяли во внимание к тому же муж у меня охотник он будет сколько раз такое бывало что кабана подранишь он куда-нибудь там убежит потом сдохнет его на утро найдешь мясо срежешь ночью так мясо у нас в морозилке похоже мы съедим его сами хотя ну конечно не кошерное вообще жить в деревне женщине это надо в корне пересмотреть все в свои привычки все свое отношение к этим тюти пусть и сюси пусть и в деревне вот этот и стиди сдержи животных и сюси пусечки не прокатит вообще не прокатит потому что постоянно с этим сталкиваешься или у тебя корона твоем на твоих руках подыхает или помню козе я тоже на у меня искусственное дыхание и дело на в конце концов все равно сдохла то есть вот эти вот сюси пусечки вот эти вот неуверенность все и вот эти вот мой 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 мышка побежала меня это кто держит скотину все это быстро-быстро искореняется или вообще и тогда не над заводить но и обычно какие вещи рассказываешь как вот я сейчас сейчас на бегут городские жителей горские дамы которые начнут ахать-вахать и говорить ой-ой-ой как же так мы его кормили-воспитали а вы его зарезали то к тому же и съели как типа разве от мамы карм nope клуба шадков а потом у тебя почти родной Pho Covid который ходит А потом вдруг вы его зарезали и съели Ну, в деревне вот такие привычки Я это, так сказать, вкусила еще Когда была маленькая, потому что у меня бабушка всегда жила одна Она и баранов сама резала И кастрировала их сама Ну, в общем, вот так Всех этих вещей я насмотрелась еще в детстве И мне это, естественно, не шокирует Когда я переехала сюда жить Вот так Я сегодня целый день думала Надо бы мне заснять Сначала хотела заснять, как редиску сажать У нас мы редиску едим уже давно Ни разу я не показывала Вот такая вот редиска хорошая Ну вот, хотела показать, как ее сажать на семена Хотела посажать, как морковку Показать, как морковку на семена сажать В смысле, корнеплод Капусту, свеклу Ну, в общем, ничего у меня не получилось У меня гибискус стоит, который я сажаю по плану На своем садовом участке Тоже никак, потому что невозможно Целый день шел дождь Камеру закапает Я боюсь, что если попадут туда капли, что-нибудь замкнет Вот Это надо, чтобы кто-то тебя снимал и зонтик над ней держал Дети еще в школе были Когда вот это шел дождь Это вот сейчас вечер, восьмой час И вот немножко вон солнце появилось И хоть чуть-чуть туч разогнал Ну, не знаю Нас замучили шурики, вот эти щурки Птички Которые летают и жрут пчел Причем в нагло У нас пчелы стоят прямо напротив И там такая Сварная конструкция, короче говоря Из железной арматуры Они такие борзые Они садятся прямо на нее И всех этих пчел На подлете ловят Прямо одну за одной Но это вообще Сердце пчеловода Это не может выдержать Я вообще Я ухожу Лишь будут на это не смотреть Потому что они ничего не боятся В них стреляя, не стреляя Кидай, не кидай Свистим, не свистим Они чуть отлетят И возвращаются снова Они могут посадить Так семью вообще Вообще посадить Или пчелы летать прекратят Потому что тех, которых они посылают развить Часа, они не могут вернуться назад Потому что щурки их ловят И едят Либо это самое Че-либо Ну я не знаю Может они боятся, не боятся Но факт тот, что И так лета нет Потому что дождь идет Пчелы не летают Еще эти шурики Зоомочили Они такие красивые, кстати, птички Но они такие золовредные Я может как-нибудь их покажу Тем более тут Сейчас вечер Их, конечно, не заснимешь Тем более, что Много ума Не надо, чтобы их заснять Потому что они вообще Я говорю, в наглую Чуть ли не на голову садятся Вот так Че у нас еще за это время случилось? Позавчера у нас Собаки китайские Разогнали коз Разогнали коз Опять вот этот шел дождь Козы у нас спасаться Убегают в соседний хутор В наш хутор они не бегут Домой тоже не бегут Убегают они в соседний хутор Вот А почему? Потому что они год Ходили там в стаде, в сборную Ну и, видать, по старой памяти В общем, они, короче, туда летят И там спасаются Вот Мы вчера их ездили, искали Возвращали домой Я пожалела, что не взяла камеру Наблюдала такую картину У нас вот здесь стадо пасется С соседнего хутора Пастух на лошади Ну и такой стадо коровей Большой, больше, чем наш Раза там в два, в три И у них бык Бык, вот кто коровники Ну, в общем, короче, в нем мясом Килограмм 350-400 точно есть Хороший такой бычарый, черный Я такой первый раз наблюдаю Мы пока с пастухом разговаривали Ну, типа, не видал ли он наших коз В общем, вот это вот Тыры-тыры Я смотрю, а бык, представляете Он как собака Сгоняет коров В одну кучу Он бежит за коровой Так мукнет ей И так трогаем на нее раз И она, короче, бежит К своему стаду Я говорю, что это он у тебя делает Говорит, это он у меня пости помогает Я такое поведение у быка Первый раз вижу Ни разу не наблюдала Чтобы бы, как бы, своих этих коровок Он же хозяин встать Сгонял, типа, в одну кучу Первый раз Интересно так было Жалко, что вот я, еще раз говорю Не взяла камеру Вот, какие у нас тут еще новости деревенские Хотим продать мы телочку Вот, потому что сын у меня Сын у меня задумал Еще год назад Собрать сам компьютер Я сопротивлялась Сопротивлялась Потому что он нам не нужен У нас есть ноутбук Все, что это Все дела Вот эти И его дела И наши все Мы делаем через ноутбук И через смартфон Вот Ну, ему хочется Короче, собрать компьютер Я сопротивлялась Ладно Он с этим компьютером От меня отстал Теперь стал приставать С мопедом Мопед я ему тоже Отказалась покупать Потому что ему нет 16 лет На мопед Права можно получить В 16 лет И ездить Короче говоря С 16 лет Ему 16 лет Будет только зимой Я говорю Здесь мопед получишь Ты не раньше, чем зимой Ну, естественно Сразу обижается Потому что Кое-кого у нас есть мопеды Это, ну, правильно Это вот до первого гаишника А как только ты увидишь гаишника Ты станешь от них убегать И не дай бог Где-нибудь убьешься На этом мопеде В общем, мопед я ему тоже Отказалась покупать Вот И он говорит Ах, не хочешь мопед Ты давай уже такой компьютер Ну, а так как он у нас Можно сказать По хозяйству работает Почти на равных Тут отказать уже нет Никакой возможности И мы решили Купить компьютер По запчастям Вот Чтобы он его сам собрал И вот сейчас он подыскивает Вернее, он нашел сайт Где все это дело продается Я там тоже начала Компьютерную грамотность изучать Хотя мне это раньше Вообще никогда не интересовало И вот теперь мы хотим продать Одну телку на этот компьютер У нас пока никак Ничего не получается Скупщики, которые вот скупают У нас скотину Они же приезжают С Северного Кавказа Они пока там по домам сидят В общем, не знаю Вот такой вот влог О жизни А, и самое главное Я же думаю Что я вечером все-таки Вылезла вот на съемку Я сейчас, когда ходила К соседям за рассаду Они у нас рассадой торгуют Мне нужна была поздняя капуста Я ее не сажала Вот А они пекут Лепешки узбекские Не они сами к ним приехали Там сестра мужа В общем, она печет И у меня муж Так как сам с Узбекистана Он их нет-нет Да покупает У нас все их любят У них такой тандыр У них в том году Уже был тандыр Но маленький А в этом году Она построила огромный тандыр Мне всегда так интересно Как все это делается Ну, мы с ней так мило побеседовали В общем, и завтра Скорее всего с утра Я пойду снимать Как пекутся узбекские лепешки Ну и вот Так что ждите Вот это видео Должно быть очень интересно Потому что это, во-первых Мало распространено Многие об этом ничего не знают Но это на самом деле интересно Вот я пойду снимать Так что это вот как бы Предварительно Вот А видео про лепешки Наверное, выйдет завтра Да, и кстати Я зашла на своем канале В сообщения В спам Я туда редко захожу Вот, потому что там обычно Ну, в спам что идет Активные ссылки На канал обычно Вот я подписываюсь на твой канал Ты подпишись на мой Вот так И нашла я там Короче говоря Одну ссылку Ой Есть у нас на ютуб Один канал Семейный Там тоже Многодетная семья Они давно его ведут Вот Но я как-то на него Почему-то ни разу не выходила Не знаю Ни разу не попадался Ни разу не видела Вот У них Больше 10 тысяч подписчиков И у них в семье случилось несчастье У них папу сбила машина И вот он в плохом состоянии Сейчас лежит В больнице Сначала он лежал в реанимации Сейчас его в травматологию Перевели Вот И там дети маленькие Ну, в общем Вот у нас недавно Выходило видео Про то, что вот эти все Благотворительные фонды В общем, куда там деньги идут Вот И там Не они сами Там Их зрители Обратились ко мне Чтобы я рассказала Вот эту историю Просто дала ссылку на этот канал Может быть, кто-нибудь захочет помочь Ссылка на этот канал Я оставлю Закреплю В комментариях В самом верху смотрите Там будет закрепленный комментарий Вот там будет ссылка на этот канал Кому захочется помочь Вы зайдите Посмотрите Может быть, на самом деле Кто-то сможет оказать Какую-то посильную помощь Людям Ну, а пока Пока-пока